Привет! Что-то я пересмотрела наше видео на канале по биологии и поняла, что вообще нет тем, связанных с эволюцией. Поэтому давайте быстренько исправляться. И сегодня поговорим о видах борьбы за существование и как она проявляется в нашей с тобой жизни. Я думаю, что вы уже все давно знаете, что есть три вида борьбы за существование. Это внутривидовая борьба, нежвидовая борьба и борьба с неблагоприятными условиями. Самая жесткая, такая прям сильная борьба, это, конечно же, внутривидовая борьба. Почему? Потому что особи одного вида конкурируют за один и тот же ресурс. Это может быть конкуренция за пищу, за территорию, у растений за свет. Это может быть конкуренция за право оставить потомство, за самую красивую самку, за самого такого яркого самца. И, в общем-то, это очень острая борьба, потому что все особи в одинаковой степени нуждаются в том или ином ресурсе. Как это перевернуть в нашу с вами жизнь? Смотрите, когда наступит время выпускных экзаменов, вы сдадите ЕГЭ на заветные баллы, подадите документы в тот вуз, который вы хотите пройти, на ту специальность, и там что? А там выясняется, вот вам пять человек на одно место. Это самое, что ни на есть внутри, видовая борьба. И кто в ней побеждает? Конечно, самый приспособленный, но в твоем случае самый приспособленный – это тот, кто смотрел наши уроки, перешел по ссылочке внизу, зарегистрировался в нашей школе и готовился с нашими лучшими репетиторами. Что касается межвидовой борьбы за существование, она не такая острая. Почему? Потому что разные виды, они нуждаются в разных ресурсах. Ну, например, волк и лиса – разные виды. Охотятся на зайца. Допустим, волк победил, ну, лиса пошла, забралась в курятник, да, и нашла другой источник пищи. Также к межвидовой борьбе за существование относятся такие взаимоотношения, как хищник и жертва. Тот же заяц и тот же волк – это межвидовая борьба. Это борьба между паразитом и хозяином, это тоже межвидовая борьба за существование. И в данном случае в ходе межвидовой борьбы за существование будут вырабатываться те признаки, которые помогают сохранить свою жизнь, продолжать потомство и выжить вот в таких вот опасных, конкурирующих условиях среды. И третий вид борьбы, он может быть не совсем очевиден, то есть прямой конкуренции, прямой борьбы здесь вы не найдете. Это борьба с неблагоприятными условиями, когда условия среды оставляют желать лучше. Вот, например, пустыня, нет воды, постоянно палящее солнце. Кто будет выживать? Тот, кто либо впадает в спячку, да, есть такие животные, которые впадают на время засухи в спячку, либо те, кто научился накапливать воду, ну, к примеру, кактусы, они развили очень хороший слой своей запасающей ткани. Это основная ткань, внутри ствола, она накапливает воду, и плюс еще листья у них преобразуются в колючки. Вот таким вот образом в ходе эволюции кактусы научились и экономить воду, и запасать ее внутри. Это пример прямой борьбы за существование с неблагоприятными условиями. И таких примеров масса, и мне очень хочется обратной связи, поэтому пишите в комментариях, какие вы знаете виды борьбы с неблагоприятными условиями. И это могут быть примеры, как из учебника, так и из интернета. Это могут быть из личных наблюдений, какие-то примеры борьбы за существование. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, если вдруг кто-то не подписан. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну, а мы будем, в свою очередь, для вас снимать те уроки, которые вам важны и нужны. До новых встреч, пока!